Уважаемые студенты школы блогера, всем гигантский приветик! Меня зовут Вера Штукенция. И я зашла посмотреть комментарии под своим прошлым видео. Так, мне написал комментарий Coco Liscold. Задал вопрос, есть ли у меня несколько каналов, то как они монетизируются? И также несколько еще студентов под прошлыми видео задавали вопросы про то, есть ли у вас несколько каналов, что же делать и как вообще, как ими управлять. Давайте сегодня я посвящу видео ведению нескольких каналов. Я знаю, что у многих из вас есть несколько каналов. Обычно это основной канал и канал влогов. Иногда бывает, что это основной канал и канал про путешествия. Ну, или иногда еще отдельно делают детские каналы, молодые мамы. У них есть свой канал и открывают канал для своих детей. Это самая частая ситуация. Так вот, если у вас есть несколько каналов, вам нужно знать несколько основных вещей. Момент первый. Каждый канал может быть зарегистрирован как на одну почту, так и на разные почты. Я считаю, что лучший способ регистрировать каналы на разные почты, создавать разные аккаунты. Это более безопасно и, с другой стороны, это более сложно. Потому что для того, чтобы зайти в новый аккаунт, вам приходится каждый раз вводить пароль и так далее. Но если выбирать между безопасностью и быстротой, я выбираю безопасность. Интересно, как делаете вы? Расскажите мне, если у вас несколько каналов, они все на одной учетке, на разных. В общем, как все это у вас происходит? Давайте делиться. Следующий момент. Можно ли несколько каналов как-то объединить? Есть два способа объединить каналы. Первый способ это объединение монетизации. Когда вы подключаете ваш канал к одному и тому же аккаунту в AdSense. Это возможно. Возможно все ваши каналы подключить к одному аккаунту AdSense. Это удобно. Я считаю, что это хороший способ. Как это делается? Я думаю, те, кто подключали монетизацию, знают, как включать AdSense. Но если вы ни разу этого не делали, если такое видео нужно, я могу для вас его сделать отдельно. Следующий момент. Как еще можно объединить каналы? Можно их объединить в так называемую сеть или группу каналов. Это будет актуально тем, у кого крупные каналы. Например, у вас есть два крупных канала. Один основной, один канал влогов. Тогда вы можете написать в поддержку YouTube. Поддержка находится внизу странички. Если вы вниз прокрутите, там будет поддержка. Вы пишете письмо в поддержку, объясняете, что у вас есть два канала. Один основной, другой влоговый. Желательно, чтобы они были уже развиты. Я просто вижу, что на меня подписались уже каналы более крупные. То есть более 100 тысяч подписчиков. В таком случае ваши каналы могут объединить. И вы объясняете, что вы хотите их объединить, чтобы видеть общую статистику и видеть общие параметры. Тогда, зайдя на свой какой-нибудь один канал и зайдя в описание канала внизу, вы будете видеть статистику сразу по двум вашим каналам. То есть ваши просмотры, ваши подписчики суммируются и вам будет показываться общая статистика. Точно так же и вашим зрителям. Это очень удобно. Ну, например, один из известных примеров каналов, которые так сделали, это канал Юя. Юя это испаноязычный, наверное, один из самых популярных каналов. Вот у нее сделано таким образом, так что вы на ее страничке можете увидеть, как это выглядит. Вот, в принципе, это два способа основных объединять свои каналы. Следующий был вопрос, можно ли переносить видео с одного канала на другой. Например, вы по ошибке или по незнанию загрузили видео на один свой канал, а хотите перенести его на другой. И можно ли перенести его вместе со всей статистикой, то есть с просмотрами, с лайками, с комментариями и прочее. Нет, к сожалению, это невозможно. Если вы загрузили видео на один канал и там набралась какая-то статистика, комментарии и прочее, то если вы хотите это же видео загрузить на другой канал, вам придется все обнулять. То есть вы просто скачиваете видео или, если оно у вас есть на компьютере, то просто закачиваете его заново на другой канал. И, конечно же, никакие лайки, просмотры и комментарии, ничего не будет сохранено на новом канале. То есть там видео будет как бы заново. Поэтому в этом особенно нет смысла, но только если это не новое видео какое-то. То есть если у вас есть какое-то видео, которое уже набрало вес, просмотры, то совершенно бессмысленно его переносить на другой канал. Вы просто потеряете статистику, вы просто потеряете вес этого видео, и ему придется заново набирать все, и совершенно не факт, что заново оно наберет все то же самое. Потому что у каждого видео есть история, и эта история, собственно, основная. То есть чем дольше видео существует на канале, чем дольше его смотрели, у него набирается статистика, поэтому совершенно бессмысленно удалять старые видео, переносить старые свои видео куда-то на другой канал, не от этого делать не стоит. Ну что ж, друзья, это основная информация. Конечно же, можно еще много-много всего рассказывать про ведение двух каналов. У меня гигантский в этом опыт, как вы догадываетесь. Задавайте любые вопросы. Все, что вам интересно, проведение нескольких каналов. Может быть, какие-то подводные камни, какие-то недопонимания у вас существуют. Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях, я с удовольствием вам отвечу. И да, не забывайте предлагать ваши видео в нашей группе ВКонтакте. Наши активные ручки публикуют ваше видео, ну, как только могут быстро. Спасибо за внимание, до скорых встреч. Всем по кусике!